Всем привет, меня зовут Роберт и это канал Роберт Ти. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о моем опыте снятия денег с приложения Robinhood. И прежде я расскажу все проблемы, с которыми я столкнулся, прежде чем суметь снять деньги с приложения Robinhood. Поехали! Сейчас я нахожусь в своем приложении Robinhood. На данный момент мой аккаунт составляет 1734 доллара 36 центов. И как вы можете видеть, за последний день мой аккаунт поднимается на 0,62%, за неделю на 0,56%, за месяц на 3,81%, за 3 месяца на 10,80% и за год и за все время также на 10,80%. Чтобы иметь возможность снять деньги с приложения Robinhood, вы заходите в настройки, как вы можете видеть в правом нижнем углу человечка, нажимаете туда. После этого вы нажимаете transfer, потом вы нажимаете transfer to bank. И как можете видеть, на данный момент у меня 0 доступных средств на моем аккаунте. Но это только потому, что у меня нет денег в покупной моей способности, потому что я ничего не продавал. И поэтому у меня сейчас там доступно 0 долларов. Но если вы продаете какую-нибудь акцию, то деньги после продажи этой акции будут доступны вам приблизительно через 3-4 дня, когда вы продадите. И, естественно, до 3-4 рабочих дня выходные не считаются. И после этого вы можете вводить полную доступную любую сумму, нажимать review и продолжать дальше снимать деньги. Но, как вы можете помнить, у меня сейчас нет денег, поэтому не могу ничего снять. Первый раз, когда я попытался снять деньги с приложения Robinhood, это было 5 мая, мне Robinhood написал ошибку, что на данный момент я не имею права и не имею возможности снять деньги с приложения Robinhood. Поскольку это был мой первый раз, естественно, я очень запаниковал и не понимал, почему я не могу снять свои же деньги, хотя они были мне доступны. После этого я нашел в приложении Robinhood вкладку помощи. И я нажал кнопку Contact Us. Дальше вы можете выбрать проблему, с которой вы столкнулись. Если у вас есть какой-то другой вопрос, который вы не видите из предложенных, вы нажимаете последний пункт «У меня есть другой вопрос». После этого вы выбираете приблизительную тематику вашего вопроса. Меня бы интересовал трансфер с банка и снятие денег. После этого вы выбираете более специфичные настройки вопроса. В моем случае это было «Проблемы снятия». Они также предлагают помощь и попунктно расписывают, как вы можете это сделать. Но поскольку мне это не помогло, я нажал Contact Us. И как вы видите, здесь предлагается нам две опции. Связаться с службой поддержки Robinhood через e-mail или через телефон. Телефон был добавлен совсем недавно. И когда я пытался снять деньги 5 мая, в этом меню была только опция «Написать e-mail». Когда я нажимаю на «Написать e-mail», здесь просто выбирается дата вашей проблемы, текущее время. И здесь вы можете полностью описать свою проблему, с чем вы столкнулись, и отправить им смс. После того, как вы написали смс, вам приходит оповещение, что ваш запрос обрабатывается и будет обработан в течение 1-3 дней. Я ждал на протяжении недели, пока они мне ответят, но, к сожалению, служба поддержки Robinhood так и не ответила мне в течение 1 недели. Я отправлял еще больше и больше запросов, и они мне присылали все время одну и ту же смс. Позже я нашел в интернете информацию, что если вы когда-либо нажимали кнопку в настройках, которую вы можете найти в «Security and Privacy Devices», и в этой вкладке вы можете видеть все устройства, которые заходили на текущий аккаунт Robinhood. Как вы можете видеть, здесь находится только мой телефон с определенной страны. И так оно и есть, я захожу только с этого телефона. Но тогда я увидел вкладку, что кто-то заходил на мой аккаунт с браузера Firefox, которым я вообще не пользуюсь, и с операционной системой Windows, которой я также не пользуюсь. Естественно, я немного запаниковал и увидел настройку, что если вы не опознаете девайс, который указан в листе, вы можете нажать «Защитить мой аккаунт», и здесь предлагается опция «Защитить ваш аккаунт». Однако, я не прочитал полностью инструкцию, которая здесь описывается, в которой сказано, что когда вы это нажмете, мы выйдем со всех аккаунтов, со всех устройств, и также мы запросим вас подтвердить вашу ID и поменять ваш пароль. И пока вы не обновите ваш ID, мы заблокируем снятие с вашего аккаунта. Я нажму «Аккаунт», забыл, что сейчас мне это не надо. И поскольку я не прочитал этой вкладки, что все снятия с этого аккаунта будут заблокированы, я нажал эту кнопку, вышел со всех аккаунтов, перезашел заново, обновил свою ID, и все, посчитал, что все хорошо. После нескольких дней я попытался снять свои деньги, и мне написали эту ошибку, что я не могу их снять. И я, конечно же, запаниковал и начал гуглить, что не так, начал писать в Robinhood про снятие проблем, они мне не отвечали. После этого благо я нашел в интернете статью, где было сказано, что если вы выходите со всех своих аккаунтов, вы также блокируете все снятия с вашего аккаунта. Когда я это прочитал, я немного успокоился, но проблема все оставалась, Robinhood не отвечал мне, и я все еще не мог снять свои деньги с аккаунта. После этого я нашел статью, что можно написать службу поддержки Robinhood через Twitter. Я нашел в Twitter их аккаунт, он называется Robinhood Help, и написал туда сообщение с полностью описанием моей проблемы, что у меня заблокированы снятия, я уже обновил свою ID, я уже писал в службу поддержки через их приложение, но мне никак не помогли. Буквально через несколько дней они мне отписали, что мы проверяем ваше дело, уже передали его нашему сотруднику, и он обрабатывает ваш запрос. И даже после того, как они мне ответили, обработка запроса заняла примерно еще где-то неделю. То есть в сумме, чтобы получить возможность снятия денег с моего аккаунта, я ждал приблизительно 2-2,5 недели. В итоге они отписались мне, что снятия с вашего аккаунта доступны, спасибо, что обратились к нам, оставьте отзыв о нашей работе. И я считаю, что такие сложности с снятием денег с аккаунта не должны происходить у пользователей, потому что Robingood — это платформа для инвестирования своих денег и также снятия своих денег. То есть это две основные функции в этом приложении. Когда ты сталкиваешься с такими проблемами, как снятие своих денег, и ты должен решать их в течение двух недель через долгие-долгие переписки и ожидание ответа, я считаю, что это не очень продуктивно для такого всем известного приложения. Но, как видели, Robingood недавно добавила опцию связи с ними не через email, а через телефон. К сожалению, я еще не пробовал эту функцию и не могу сказать, насколько она рабочая и помогает ли она пользователю. Но, как вы можете видеть, она есть, и я ей не пользовался. Надеюсь, у меня не будет больше проблем с Robingood, но если вдруг они когда-нибудь произойдут, я обязательно попробую воспользоваться ей и сниму отдельное видео, как прошел мой опыт в связи с приложением Robingood через телефон, а не через email. Надеюсь, что это реальная связь с реальным человеком. И, как вы можете видеть сверху, здесь написано, что телефонная поддержка на данный момент закрыта, но она будет открыта вскоре. И мы можем на данный момент только сделать запрос на этот звонок, когда он будет доступен, или написать ему email. Надеюсь, этот звонок будет доступен вскоре, и там будет реально живой человек, который сможет помогать нам с нашими проблемами, если вдруг они возникнут в приложении Robingood. Хочу заметить, что сейчас у меня нет проблем с этим приложением, и это все еще очень хорошее приложение для инвестирования, очень удобное в использовании, с приятным интерфейсом, и очень известное на данном этапе. И оно становится только лучше и лучше с каждым разом. Robingood пытается настолько сильно, насколько это возможно, улучшить свое приложение. Так что я считаю, что это одно из лучших приложений для инвестирования в наше время. Спасибо, что были со мной сегодня в этом видео. Я очень благодарен вам за вашу поддержку. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. И если вы также хотите начать инвестировать, как и я, вы можете пройти по ссылке в описании, в приложение Robingood, или же в приложение Webull. Еще одно очень хорошее приложение для инвестирования. Если вы хотите, чтобы я снял видео о полном обзоре, как пользуется приложением Webull, то оставляйте комментарии под видео. И до новых встреч. Всем пока. Пока.